Перепалка персидского дагестанца Сульяновым и Тарасовым, а также вызов на бой Арбии Миева и ответ Арбии. Все это прямо сейчас. Ставь лайк и приятного просмотра. Толя, где-то тебе не видно. Я тебе купил волосы. Ты уже будешь кучерявенький, пряник. После схватка со мной у тебя волосы вырастут. Ты будешь волосы тоже. Понимаешь? Сульянов в свою очередь ответил. Друзья, коллеги, мы теряем нашего соратника. Пожалуйста, те, кто находится в Москве, срочно примите меры. Прописанные таблетки явно не работают. Нужен более профессиональный подход. Врачи-психиатры, можете поставить диагноз. Хэтштег спасем перса. Ой, Сулуянов, ну мы уже с тобой разговаривали. Все бойцы, которые соглашаются со мной на бой, с ними что-то происходит. И с персидским дагестанцем происходит то же самое. Срочно вызовите ему дурку. Срочно помогите ему. Все. Короче, братва, тайна раскрыта. Персидского дагестанца укусил Паша Техник. Все, его уже не спасти. Спасибо тебе, Паша Техник. Все, спасибо. Кстати, как вам мой футболк? Толя, без чутка, скажи своему одноглазому лизину Тарасова-Парасова. Скажи за поведение в апреле. Будешь извиниться перед камерой. Значит, это не будет. Это будет война. Я тебе там жестко. Ребята, только что Толя мне звонил и сказал, что Артем Тарасов не хочет выйти на бой в феврале. Короче, я понял, он понимает, что я с ним буду испугаться. С кем мне драться? Может, Арби как раз он под коннера косит? Ну что, друзья, все вы вчера видели, что персидский дагестанец говорил, в апреле я тебя накажу. И сейчас вдруг ему Толя говорит, что я не готов выйти на бой в феврале. Что ты сам врешь-то, персидский дагестанец? Ты сам сышь в феврале, поэтому захотел бы в марте. Второе. Персидский зайчик, жди меня, жди моего боя. Когда я скажу, когда я назначу дату, тогда бой и будет. Все, ждать. Вообще, персидский зайчик, если ты такой крутой, то прямо сейчас приезжай ко мне на стрелку, адрес идти скину. Если в течение часа ты не приедешь, то ты просто балабол, ты понял меня? Ты просто балабол. Что один факт о персидском зайчике? Смотрите, пацаны. То есть с Марифом Пераевым он готов драться только в 70 килограмм. А Сангенского готов в любом весе драться. Что это означает? Что он боится Марифа Пераева. Ну и правильно делает. На самом деле тут есть вопросы сразу к трем данным персонажам. И первый из них к нашему одноглазому другу. Зачем ты вообще выделаешься? Кто тебя может бояться после твоих боев с Львом против и с Ахмедом криком? Перс, поэтому и готов с тобой в любом весе драться. Потому что он понимает, что ты никакой опасности для него не представляешь вообще. Я очень смутно верю в то, что данный бой когда-либо состоится. Потому что Артем Тарасов привык выбирать себе оппонентов полегче. Но если все же данный бой каким-то чудом случится, то я уверен, что он очень быстро закончится в одну калитку. Далее вопрос к Сульянову. Почему ты персу отвечаешь, а регбисту нет? Для тех, кто не понимает, регбист буквально 2-3 дня назад очень жестко проехался по Сульянову в инстаграме. И никакого ответа не последовало. Он спрашивал, куда Сульянов засахарился и когда он уже наконец подпишет контракт. А Сульянов не отвечает. Но напомню, что Сульянов был инициатором данного боя. А регбист говорил о том, что это все не по-настоящему. И Сульянов никогда не выйдет. Это всего лишь хайп. Но получается на данный момент, что так и происходит. Анатолий, если ты уже и заварил эту движуху, то давай ее расхлебывай. Выходи на бой, потому что инициатива исключительно была с твоей стороны. Ну и наконец, третий вопрос к персу. Ты говорил о том, что ты один из лучших бойцов в России. Что ты собираешься в UFC. Это каким таким образом? Через Артема Тарасова или Анатолия Сульянова? С кем ты вообще бьешься? Ну серьезно, даже не стоит заикаться о каком-то UFC. Или о том, что ты лучший боец с такими соперниками. Я не припомню, чтобы Мариф Пираев дрался с Тарасовым или с Сульяновым. В отрбми, в принципе, неплохой вариант. Тем более, он дал свое согласие. Я заколебался от тех людей, что говорят, я кашу под Конора. Присицкий, я принимаю твой вызов и готов с тобой драться. Дайте мне жить нормально. И пейте кофе. В общем, как-то так, друзья. Дайте свою обратную связь в комментариях по поводу всех этих ситуаций. Не забываем подписываться на данный YouTube-канал. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать все обзоры боев, прогнозы на бои. И, в принципе, новости из мира поп-мм и кулачки в целом. До встречи, друзья.